Добрый вечер. Это итоговые новости агентства Хабар. В студии работает Гера Мегри. В начале куратка о темах этого выпуск. Более трехсот казахстанцев воюют на стороне экстремистов. Как вербуют в преступные сети через интернет? Что припримет генпрокуратура? Это очень опасная деятельность. Естественно, она будет пересекаться. Ирак. Долгожданный прорыв блокады боевиков, освобождение людей и территорий. Прямо сейчас мы можем выставить более двух с половиной тысяч солдат, готовых защищать свою землю от террористов. Дорогие наши отечественники, хочу попросить у вас помощи. Спасти жизнь восьмилетнего ребенка помогут миллионы. Призыв к состраданию из Сеула. Энергетический сбой. На западе страны перебой из подачи электричества. Более сотни бригад устраняют аварии. Сенат ратифицировал договор о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу. Документ считается принятым парламентом и направлен на подпись главе государства. С даты его вступления в силу официальный Ереван будет считаться членом ЕС. Это принесет выгоду всем без исключения и самому союзу, и Казахстану в частности. В России, кстати, договор тоже уже ратифицировали. Совет Федерации принял его 17 декабря. Теперь документ должны одобрить белорусские парламентарии. Сенаторы ратифицировали также договор о прекращении деятельности Евразес с 1 января 2015 года. И приняли пакет поправок по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности. Более 300 казахстанцев воюют в боевых точках на стороне экстремистских организаций. Эти факты озвучили сегодня в Эстане. В столице собрались видные эксперты не только Казахстана, но и стран СНГ, члены Центра ОБСЕ и представители ООН. Главный вопрос – повышение эффективности сотрудничества между странами. Ведь экстремизм и терроризм – это общая проблема. По словам экспертов, за последние несколько лет количество терактов выросло в четыре раза. Ежегодно по всему миру число таких атак достигает 10 тысяч. В зоне риска – Иран, Пакистан, Афганистан, Сирия и Нигерия. Все они находятся в опасной близости от Казахстана, тем более, что расстояние сейчас, как говорят представители прокуратуры, второстепенно. В интернет-сетях наблюдается рост пропагандистских роликов экстремистского толка. К примеру, эксперты отметили видеоролик, на котором зафиксированы казахстанские дети. Как заявил в интервью заместитель генпрокурора Андрей Кравченко, все изображенные на видео дети были идентифицированы, и Казахстан будет проводить работу по возвращению их на родину. Мы достаточно информированы о том, кто на этом ролике снят, даже в отношении детей. Все эти материалы, они имеют пропагандистскую направленность. То есть все они, в общем-то, делаются специально, причем высококвалифицированными специалистами. И все это делается для того, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше сторонников. Фактически записать в преступные организации – это обыкновенная преступная деятельность, причем носящая, как правило, или позволяет участвовать в очень серьезных тяжких преступлениях, связанных с введением войны, убийством, совершением различных терактов в отношении мирного населения. И это очень опасная деятельность, и, естественно, она будет пресекаться. Курдские военные формирования Пешмерга одержали крупную победу над боевиками группировки «Исламское государство». Армия курдов прорвала блокаду горы Синжар, на которой с августа укрывались сотни езидов и других жителей Ирака, бежавших от экстремистов. В ходе операции также было освобождено 8 деревень и значительная территория вдоль сирийской границы, площадью около 100 квадратных километров. В ближайшее время командование курдской армии начнет эвакуацию беженцев. Прямо сейчас мы можем выставить более 2,5 тысяч солдат, готовых защищать свою землю от террористов. В наших силах восстановить полный контроль над этими районами. На западе Йемена, вблизи штаб-квартиры шиитов, смертники подорвали две заминированные машины. Жертвами взрывов стали по меньшей мере 15 человек. Еще 10 получили ранения. Оба теракта произошли в городе Хадейда. После взрывов несколько сообщников боевиков со взрывчаткой в руках пытались пробраться внутрь шиитской штаб-квартиры, но были уничтожены. Ответственность за атаку взяла на себя Аль-Каида. Корейские врачи спасли жизнь казахстанской девочки. На родине 8-летней Алуа Бегариной почти год не могли поставить диагноз и снизить температуру тела. За это время первоклассница похудела до 14 килограммов и даже перестала ходить. Мама девочки решила поехать на обследование в Корею. Там врачи установили, что Алуа страдает онкологическим заболеванием – лимфомой Ходжкина. И сейчас после шести курсов химиотерапии ребенок пошел на поправку. Но для завершения лечения не хватает денег. Эта комната в Сеуле стала вторым домом семьи Бегариных. Здесь они живут уже полгода. Приехать сюда заставило несчастье. В Казахстане 8-летней Алуа почти год не могли поставить точный диагноз. В одной больнице сказали, что у ребенка первичный иммунодефицит. Во второй – лимфома Ходжкина. Как такового точного диагноза не было. Нам сказали ждать ответ Салматы. Но я не дождалась, потому что ребенку я уже не могла смотреть. Корейские врачи сразу сбили температуру, чего не удавалось сделать на протяжении 10 месяцев в Казахстане. И точно поставили диагноз – лимфома Ходжкина. Это онкозаболевание, поражающее сосуды. Алуа поступила к нам сильным воспалением легких. Она все время лежала, даже не могла сидеть. Была высокая угроза жизни. Сейчас сделали шесть курсов химии. И по результатам метастаза уже практически нет. Хотя нам здесь уже, когда мы приехали, у нас метастазы были во всех органах. Даже в костях были. Как бы мы сказали, ни одного целого органа у нас не было. На то, чтобы закончить лечение, у бегаренных не хватает средств. Необходимо порядка 75 тысяч долларов. Дорогие наши соотечественники, хочу попросить у вас помощи. Помогите нам продолжить лечение и подарите шанс на выздоровление моей дочери. Алуа снова начала говорить, вспоминает Астану и мечтает увидеть одноклассников. Те, кто желает помочь семье Бегарина, их могут перечислить деньги на счета, которые сейчас на экране. Реквизиты также можно уточнить на сайте агентства МХАБАР. Тезисы послания президента Казахстана Нурлыжол на своих страницах опубликовала Japan Times. Материал в номере единственной англоязычной независимой газеты Японии вышел на двух полосах под заголовком «Президент представил решительный экономический план». Послание Нурсултана Назарбаева один из политологов назвал концепцией человеческой безопасности, отмечая, что все усилия государства направлены на то, чтобы представители всех национальностей, проживающих в Казахстане, жили в мире согласия и пользовались экономическими благами в равной степени. «Мне понравилось, что президент очень четко дает объяснение, на что будут потрачены финансовые средства из Национального фонда Казахстана. То, что они будут потрачены на инфраструктурные проекты – это очень важно. Казахстан знает, чего хочет». «Мне кажется, послание главы вашего государства очень своевременно, потому что сейчас в мире происходят различные события. Мы видим кризис в Украине, почти везде снижение темпов экономики. А ваша страна стремится внести вклад в мировую экономику, поддержать безопасность в регионе». Атраусские педагоги убеждены, что специальный предмет или курс, посвященный изучению истории независимого Казахстана, должен войти в учебную программу не только школ, но и колледжей и вузов. Глава государства всегда подчеркивает, что обретение Казахстаном независимости стало актом величайшей исторической справедливости. Педагоги считают, что слова президента Казахстана о независимости станут новым импульсом для великих свершений казахстанцев. «Наша независимость покоится на прочном фундаменте народной мудрости, воплощенной во внутренней и внешней политике лидера нации. Но важно, чтобы подрастающее поколение, родившееся уже в независимом Казахстане, знало свою историю, знало, как ковалась независимость». За включение в учебный процесс предмета о независимости Казахстана выступают и педагоги Семея. «Мы все слышали выступления главы государства на День независимости. Мы поддерживаем Нурсултана Назарбаева во всем. И слова, сказанные им о независимости, нужно пропагандировать, а значит, необходимо выпустить об этом книгу. Юные граждане должны расти на этих словах и стремиться к миру и единству». В Западно-Казахстанской области последние четыре дня перебои со светом из-за перепада температуры осадков на высоковольтных электролиниях образовалась наледь. А это привело к сбоям. Периодически без света остаются жители четырех южных районов области. Сегодня в течение нескольких часов без электроэнергии оставался Срымский район. В приграничном Касталовском районе были вынуждены подключиться к российским электролиниям. Перебои с подачей света сейчас и в Уральске. В устранении аварий задействованы 100 бригад энергетиков. Около 30 тонн шкур КРС незаконно пытались вывести с территории Актюбинской области. Факт пресекли сотрудники инспекции транспортного контроля. После реализации проекта «Западная Европа-Западный Китай» втрое увеличился транзитный проезд по областным автотрассам, а количество нарушителей за год исчисляется сотнями. На трассе международного значения «Самара-Шимкен» стоят два большегруза. Жители Украины пытались вывести с территории области около 30 тонн шкур крупного рогатого скота. По информации водителей, они следовали в Италию. Однако выехать за пределы страны не смогли. Документов на перевозку груза в третьи страны не оказалось. Нарушена статья 447 пункт 1 административного кодекса Республики Казахстан. В отношении владельца автомашин будет возбуждено административное дело, а транспортное средство мы сейчас отправляем на штрафстоянку. 500 месячных расчетных показателей придется заплатить владельцу автомашин. Это в том случае, если автотранспорт принадлежит юридическому лицу. Защиту интересов отечественных перевозчиков ведет инспекция транспортного контроля. В ТНК стоят 7 единиц транспортных средств. Все они Республики Украина. Машины с кодексом административных правонарушений задерживаются до устранения причины задержания и уплаты административных штрафов. Объем работ в инспекции значительно возрос. В результате реализации мегапроекта «Западная Европа-Западный Китай» втрое увеличился транзитный проезд иностранных авто по дорогам области. И вдвое вырос грузопоток, осуществляющий международные перевозки грузов. С начала текущего года выявлено более 600 нарушений, допущенных иностранными и отечественными автотранспортными средствами. Взысканы штрафы и налоговые взоры за проезд по территории Республики Казахстан свыше 372 миллионов тенгер. Задержано 277 автотранспортных средств до устранения причин задержания, из которых 126 иностранных автотранспортных средств. Объемы перевозок, говорят эксперты, будут только расти. Этому способствует развитие транспортно-логистической инфраструктуры. К примеру, после сдачи автомагистрали «Астана-Карабутак» протяженностью 708 километров, расстояние от Актубе до столицы сократится почти на 600 километров. А запланированная реконструкция автодороги Актубе-Атрау вдвое сократит расстояние между этими городами. За последние пять лет Талдыкурганский завод по производству аккумуляторных батарей получил финансовую господдержку в общей сложности на 1,5 миллиарда тенге. Это и субсидирование процентной ставки, и кредитование, и консалтинговые услуги. А в этом году предприятие стало обладателем сразу двух государственных грантов. Об успехе предприятия и его вкладе ФИИР Адильхан Сахари. Аккумуляторный завод известен не только на отечественном, но и на мировом рынке. Практически все аккумуляторы республики производятся здесь. В текущем году завод выпустил полтора миллиона штук. Рекордный показатель для предприятия. Таких успехов Кайнар смог добиться во многом благодаря государственной поддержке, считает руководство завода. Только в этом году предприятие получило два гранта на общую сумму почти 250 миллионов тенге. Средства были направлены на закупку оборудования и консалтинговые услуги ведущей зарубежной консалтинговой компании, которая внедрит на заводе самые передовые технологии. Это поможет предприятию увеличить объемы производства в два раза. Приобретение технологий позволит нам выпускать более качественные аккумуляторы, уменьшение брака произойдет. Затем мы начали выпускать аккумуляторы азиатского типа, премиум класса. То есть это те батареи, которые мы ранее не выпускали. Завод получает государственную поддержку с 2009 года. Он участник целого ряда программ, таких как карта индустриализации, дорожная карта бизнеса, производительность, экспортер. В целом уже более чем 1 миллиард 400 миллионов тенге мы получили государственной поддержки. И все эти средства были направлены на производство. Сейчас, если у нас до государственной поддержки работало 500 человек, сейчас работает 985 человек. Мы заплатили налогов в два раза больше. И объем выпускаемых аккумуляторов также увеличится как минимум в два раза. Львиная доля продукции примерно 70% уходит за рубеж. В основном это страны таможенного союза. С открытием железной дороги в Туркменистан и Иран завод сможет поставлять аккумуляторы и в Эмираты. Кроме того, со следующего года предприятие займется производством индустриальных аккумуляторов, предназначенных для национальных компаний. Адильхан Сахарик, Уаныш Тургенбаев, Улжас Байбусонов, Алматинская область. Главный элемент для строительства самых красивых и современных зданий в стране выпускает корпорация КАЗ «Стройстекло». Огромные стеклянные панели, энергоэкономичные пакеты, элементы декора любой сложности сегодня востребованы как никогда. При поддержке государства свое десятилетие предприятие в этом году отметило открытием второго завода в Эстане. Основой производства здесь всегда были и остаются самые современные технологии. Стоят они и недешево, но государство всегда поддерживает перспективного производителя. Гранты дали КАЗ «Стройстекло» возможность купить новое оборудование. Субсидирование процентной ставки от фонда «Дому» позволило расширить мощности. Новый завод в СЭС «Астана Жанакова» построен на проложенных за счет бюджета коммуникациях. «Сейчас самое время, чтобы заниматься бизнесом, открывать собственное производство. Когда я говорю заниматься бизнесом, не надо открывать очередной ресторан или кофейню, или булочную. Создавайте что-то новое, чтобы создавать новые продукты, потому что надо заниматься созидательным трудом». Завод в Алматы, построенный с нуля в 2004-м, через год переедет в индустриальную зону, которую город основал для самых перспективных проектов. Там и вырастет новый завод КАЗ «Стройстекла». «Вся инфраструктура от государства подведена. Для нас, для стекольной промышленности очень важна логистика. Поэтому там основным моментом было, что железная дорога даже подводится. Новый проект в индустриальной зоне Аллатовской руины города Алматы будет полностью выстроен в рамках программы «Домо-н-дресс-2», которая сегодня доступна уже потребителям». Для нового завода, который будет вдвое больше нынешнего, предприятие получит финансирование всего под 6% годовых на 10 лет. А на месте старого, в содружестве с Самурк Казана, выстроит 22 жилых дома для очередников Алматы. Татьяна Напольская, Галм Шалабаев, Алматы. Доля Алматы в ВВП страны превысила 20%. Об этом сообщил Аким Ахмеджан-Есимов и отметил, что Южный мегаполис сегодня наиболее удобная и выгодная площадка для ведения бизнеса во всем Центрально-Азиатском регионе. Основа экономики Алматы – малый и средний бизнес, обеспечивающий свыше 60% всех налоговых поступлений в казну города. На брифинге в Астане Ахмеджан-Есимов рассказал также о подготовке к универсиаде. К 2017-му в Алматы построят спортивный комплекс, ледовый дворец и атлетическую деревню. 64 страны уже изъявили желание участвовать в играх. Градоначальник добавил, что после универсиады Алматы сможет достойно провести зимние Олимпийские игры в 2022 году. К зимней Олимпиаде у нас остается строительство только санно-бовслейной трассы. Остальные все объекты в городе Алматы есть. Благодаря Азиаде мы реконструировали существующие, начиная от Чумбулака, Медева, дворца спорта. Мы построили прекрасную лыжно-биатлонную трассу, построили трамплин, который входит в тройку лучших трамплинов мира. То есть по строительству спортивных объектов у нас тут проблем нет. Тургайская ТЭС будет построена в Костанайской области на базе освоения угольного месторождения Кушмурун. Предварительные договоренности о строительстве подписали сегодня в Астане турецкая энергетическая компания РенЭнерджи и национальная горнорудная компания Таукен Самрук. Энергия для индустриализации. Проект реализуется по поручению главы государства в рамках принятой концепции развития топливно-энергетического комплекса страны до 2030 года. Сегодня довольно важные события для компании Самрукширна, для Кустанайской области, для наших турецких инвесторов, друзей. Это, в общем-то, давнешняя мечта и давнешний проект строительства Тургайской энергетической станции на углях месторождения Кушмурун. Сегодня эта работа вступает в стадию реализации. Новая ТЭС покроет электрические нагрузки в двух областях, кроме того, повысить надежность работы единой электроэнергетической системы Казахстана. С учетом индустриализации страны, когда каждый год появится всякие много предприятий, естественно, энергодефицит на страну будет возрастать. Тем более, мы в самый северный регион. Сейчас компания РН Энерджи уже разрабатывает предварительное ТО-проект. Планируется создание совместных предприятий по строительству электростанций и разработке угольного месторождения. Я уверен, что с подписанием этого меморандума о взаимопонимании для нас открываются двери для работы в этом регионе, а индустриализация получит еще большую динамику. Инвестиции в проект оцениваются до 4,5 миллионов долларов. Появится около тысячи новых рабочих мест. Более точные цифры станут известны после утверждения ТО. В Североказахстанской области идет активная реализация программы развития экспортного потенциала. За последние несколько лет в регион завезены более 8 тысяч элитных буренок и создано 24 племм репродуктора. В местных хозяйствах можно встретить и сементалов, и абердинангусов, и даже лимузинов. А вот один из фермеров решил разводить скот отечественной аулиикольской породы. Эти светло-серые буренки – своеобразный бренд Казахстана. И одно из достояния отечественных животноводов. 30 лет ученые работали над выводом высокопродуктивного мясного племени. Казахскую белоголовую скрестили с лучшими мировыми породами – шарале и абердинангусами. Так и появились аулиикольские коровы. Их родина – Кустанайская область. Оттуда и привез их фермер Марат Шапенов. У нас предки занимались животноводцем. Я думаю, при поддержке государства у нас животноводце сейчас развивается в очень хорошем управлении. И не то, что внутренний рынок. Мы обеспечивать экспортом можем. Аулиикольские буренки привлекают внимание не только своим внешним видом, но и показателями. Среднесуточный привез животных от одного до полутора килограммов. Плюс мраморное мясо. Такое ценится за рубежом. При этом коровы неприхотливые и к морозам привыкшие. Ухаживать за ними – одно удовольствие, говорят рабочие. Когда есть такие хозяйства, и людям работа найдется. За счет скота и село держится. Иначе бы все разъехались давно. Хорошо, что сейчас мы возрождаем животноводство. Фермер из североказахстанской глубинки заинтересован в развитии животноводства. При покупке аулиикольских коров Марат Шапенов получил субсидии от государства. Уже в следующем году он планирует начать реализацию молодняка. А сейчас ждет новую партию скота. Все контракты уже подписаны. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Дмитрий Рура. Североказахстанская область. В Астане объявили победителя республиканского конкурса среди журналистов Алтан-Калам. В этом году творческое состязание приурочено сразу к двум юбилейным датам. 95-летию Егемен Казахстан и 20-летию Евразийской группы. Главный приз конкурса «Полмиллиона тенге» выиграл редактор отдела экономики Павлодарской областной газеты СРРК «Самалэ» Нурбол Жейкпаев. Пятый по счету республиканский конкурс Алтан-Калам собрал лучшие творческие работы со всей страны. Участниками состязания стали 24 журналиста. Они представили на суд жюри более 100 работ, демонстрирующих лучшие примеры освещения в СМИ темы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана. Одновременно конкурс решает и другую задачу. Заострить внимание казахскоязычной журналистки заинтересовать, больше освещать вопросы индустриализации. Есть определенные вопросы в формировании промышленной терминологии на казахском языке. И в этом плане конкурс приносит конкретные плоды. Корреспондент Джисказганской городской газеты МСТО Ныр Алибеков-Драш среди 10 лауреатов Алтан-Калам. На конкурс журналист отправил несколько работ, объединенных одной темой – возрождение моногородов. Тематика экономики – это очень тяжелая. Поэтому тематика пишут очень редко, но пишут с поверхностным. Перед жюри конкурса Алтан-Калам стояла непростая задача – выбрать лучших из лучших. Ведь каждая работа отвечала главным критериям – актуальность, информативность и аналитический подход. Дамир Галиев, Санжар Жартиев, Хабар, Астана. На высокогорном спорткомплексе Мидео продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту среди студентов. Во второй день чемпионата мира мужчины соревновались на дистанции тысяча метров. Новый рекорд Мидео установил участник сочинской олимпиады итальянец Мирко Джакомо Ненци. Второе место занял Петр Михальский из Польши, а казахстанский конькобежец Федор Мезенцев, который установил рекорд Мидео в 2010 году, стал бронзовым призером чемпионата. Планы на этот турнир были основные. Это пробежать тысячу метров, попасть в призы. Эти планы я выполнил. Теперь дальше будем готовиться. Завтра отдыхаю, буду готовиться к 500 метров. Там тоже шансы есть. И еще одна дистанция – это маст-арт. С этого сезона его стали проводить официально, и это будет мой дебют на маст-арте. Хочу попробовать его сбегать. Казахстанский боец ММА Куат Хамитов по прозвищу Найман, представляющий бойцовский клуб «Алаш Прайд», подписал контракт с одной из лучших промоушен-организацией One FC, входящей в тройку лучших ММА-организаций мира. Согласно контракту, в течение двух лет Куат должен будет провести не менее шести боев. Сейчас ведется поиск соперников. Ближайший поединок Хамитов проведет ориентировочно в феврале 2015 года в Сингапуре или Пекине. Куат Хамитов является самым опытным бойцом ММА в Казахстане. Он стал первым казахом, попавшим на мировую арену ММА. А в ноябре в Алматы в поединке против бразильца Тиаго Луис Нигао завоевал титул чемпиона мира в рамках международного турнира по смешанным единоборствам Дала Батерлары. Выпуск новостей завершен. Я благодарю вас за внимание. Приятного вечера и спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова